Всем привет. Меня зовут Сергей. Мой доклад называется PubSub и 1 миллион веб-сокетов. Прежде чем начать, вот если кому-то интересно, покликать там по ссылочкам. Там вот внизу короткая ссылка и QR-код тоже с этой же ссылкой. Вообще, я так думаю, всем примерно понятно, что значит вот это название доклада, что такое PubSub и что такое веб-сокеты. Но так, если в двух словах говорить, вообще совсем в общем, то речь будет идти про состояние и события. То есть совсем глобально состояние и информацию о его изменениях, то есть событиях. Как вот на картинке я попытался изобразить, наличие или отсутствие реакции на события имеет свою цену. Причем скорость реакции тоже имеет. То есть можно там на что-то стараться очень быстро реагировать и много за это заплатить, либо вообще не реагировать и получить вот по голове. Так, Publish Subscriber в двух словах. Если кто-то не знает, то это вообще такой общий достаточно шаблон проектирования, который может применяться как внутри приложения, так между приложениями. Суть его достаточно проста, что он позволяет снизить сопряженность компонентов системы за счет определенного третьего модуля, так называемого event channel или там message bus, или шина событий, кто как слышал, кто как привык называть. Ну и в двух словах издатель или паблишер определяет какое-то множество событий, которые он может издавать в эту шину, а сабскрайбер интересуется каким-то подмножеством событий из этой шины. Ну и шиной может выступать какой-то брокер, сервер или еще что-то. Веб-сокеты. Все, наверное, знают, да, уже вроде как 6 лет прошло стандартизованно в 2011 году. RFC 6455. Это бинарный полнодуплексный протокол для взаимодействия браузера с сервером. То есть он позволяет писать в обе стороны одновременно, то есть не как там стандартно, да, там HTTP, делаем запрос, ждем ответ, но и с другой стороны запросы и ответы могут приходить. Ну и да, поддерживается уже опять же 6 лет, как должен всеми браузерами. Теперь немного более конкретики. Переходим к тому, как это соотносится с почтой Mail.ru и что мы вообще делали. Ну, относительно почты, какое состояние может быть у сервиса почты, независимо там, кто это. Ну, в первую очередь, это, конечно, количество писем в ящике, какие-то пометки о прочтении, там протухание сессии пользователей, всякие другие ивенты, которые только можно придумать. Это как бы большое поле для функционала. Как сейчас, или если правильно сказать, как происходило до вот этого нашего путешествия в мир веб-сокетов и мгновенных уведомлений, как происходило уведомление об изменении состояния ящика для пользователя, как это выглядело. То есть браузер просто по старинке полил сервер каждые 2 минуты. Если сервер отвечает ему 200, что типа есть новые письма, то пользователь отрисовал, браузер отрисовал их. То есть он их получал вместе с ответом. Но часто бывает так, что пользователь спрашивает, а там сервер, есть ли у меня там что-нибудь? А вот сервер ему говорит, что нет, 304, ничего не изменилось. И вот таких запросов у нас примерно 60%. То есть если там посчитать 3 миллиона из них, 2 миллиона это not-modified, то это в принципе достаточно много и достаточно большой оверхед на сервер. Вот гофер бегает и все впустую. Так, собственно, как бы хотелось сделать? Хотелось бы, чтобы сервер сам отправлял уведомления об изменении своего состояния, чтобы браузер получал это относительно быстро. И в каких условиях это должно работать? У нас примерно 3 миллиона живых соединений на сервера. И примерно только от одной системы, от хранилища писем, примерно 30 тысяч уведомлений в секунду исходит. То есть паблишер как раз публикует. Так, немного схематично, если изобразить они в виде гоферов, то вот старая схема выглядит как-то так, что у нас есть какой-то сторож, есть какой-то API, и браузер по HTTP к нему бегает и спрашивает об изменениях. А как вот так бы выглядел Pubsub в почте? То есть у нас паблишер, субскрайбер, ивент-ченел. В нашем случае это Storage, Notifier – это подписчик, Rebus – это шина ивентов, ну и WebSocket и браузер. Так, сбоку, чтобы понятно было, как происходит взаимодействие. Вот такой вот план. План прост, потому красив. Может быть, знаете такую цитату из известного фильма. Собственно, какие нюансы такого подхода и какие плюсы и минусы? Среди плюсов, конечно же, это достаточно высокая скорость относительно двухминутного полинга, то есть там бывает быстрее, чем пуши в телефонах. Возможность среди очевидных плюсов, естественно, возможности исключить множество походов впустую на сервер, снять нагрузку с него. Ну и там с точки зрения бизнес-функциональности там просто море возможностей, можно придумывать кучу всяких идей, начиная с, естественно, мгновенного уведомления о новом письме, заканчивая там всякими штуками, типа там в мессенджерах, пользователь печатает вам или что-нибудь такое. Ну, в общем, разгуляться есть куда. Ну и минусы есть. Есть вот трудности с большим количеством соединений и есть много трудностей с большим количеством соединений. Вот два основных минуса. То есть я, в принципе, про это и буду рассказывать большую часть доклада, и не все даже, наверное, влезет. Собственно, переходим немного к практике. Я вообще не хотел останавливаться о… не хотел останавливаться на вот этом вот паблиш-субскрайбер там и так далее, но в двух словах, если просто у кого-то там вопросы возникли, как вот происходит, там вообще существует несколько стратегий фильтрации или роутинга событий от паблишера до субскрайбера через какую-то шину. Ну и вот основные из них — это мультикаст, то есть мультивещание, когда пакеты рассылаются просто всем нодам, и ноды сами выбирают, что им нужно. Ну это такой достаточно емкий по сети способ. Потом современный такой алгоритм — это Gossip. Gossip протокол, когда там паблишер отсылает одной ноде события, нода отсылает это событие другой ноде, другая нода третья, и так вот они сплетничают друг к другу, рассылают события, и те, кому какое-то событие кажется интересным, как-то его обрабатывают. Ну и есть стандартный третий способ — это фильтрация. Вот у нас в нашем случае это фильтрация, это какое-то по сути дерево в памяти, его можно назвать префиксным или трай-дерево, которое просто содержит путь ивента, и все входящие ивенты по нему проходятся. И вот там на схеме, надеюсь, понятно изобразил, что вот чиселки — это просто номера коннектов, в которые нужно этот ивент отправить. Вот как-то так. Но вообще это тема для отдельного доклада, и там можно много разглагольствовать. Перейдем к WebSocket. Так вот, если кто все-таки не имел дела или там что-то кажется непонятным, то есть апгрейд происходит по HTTP, приходит обычный HTTP-запрос, GET, который содержит определенные заголовки, по которым сервер понимает, что пользователь хочет заапгрейдить соединение на WebSocket. И в ответ приходит 101, то есть сервер говорит, да, все окей, я меняю сейчас протокол, вот там проверяю свой секретный ключ, SHA-1, и так далее, и так далее. В общем, в интернете куча информации на этот счет, можно все узнать. Есть также возможности расширений, то есть, грубо говоря, многие браузеры поддерживают расширение, например, сжатие данных, что позволяет сократить трафик, ну и так далее. Внутри соединения, когда прошел HTTP-апгрейд, WebSocket оперирует так называемыми фреймами, то есть есть технические фреймы типа ping, pong, close, и есть фреймы с полезными данными. Они бывают двух типов, бинарные данные и в виде текста. Также, в принципе, протокол поддерживает фрагментацию, когда он отсылает один пакет несколькими фреймами. Собственно, возвращаясь к практике, с чем мы сталкивались, действительно все браузеры поддерживают этот стандарт. Есть, правда, некоторые особенности и нюансы. Например, если вы вдруг решите реализовать такой сервер, то самым простым, например, на мой взгляд, и мое первое действие было именно таким, я просто отсылал все соединения, которые присылают мне непонятные фреймы. То есть я ожидаю просто текст-фрейм. Текст-фрейм пришел, я обработал. Пришло что-то другое, я закрываю соединение вероломно. На самом деле, в принципе, пинг не распространен со стороны клиента, если вы сейчас об этом подумали. То есть пинг все время обычно отсылается сервером на клиент. В процессе тестирования отладки выяснилось, что Firefox, например, посылает такие пинг-фреймы. Там небольшой процент, но по какой-то логике он это делает. Chrome не дожидается ответного close. В WebSocket протоколе схема закрытия соединения выглядит так, что сервер, например, отсылает close-фрейм клиенту, клиент отвечает ему таким же close-фреймом, значит все, close нормально. Chrome, например, не дожидается этого ответного close и просто рвет соединение. То есть можно тоже какие-то ошибки у себя в логах увидеть и испугаться. Ну и про Internet Explorer, наверное, самое интересное, периодически посылает Pong-фреймы. Ну уж Pong-то я точно не ожидал, поэтому происходили некоторые события, когда включили на Internet Explorer, вдруг пошел DDoS. Кстати, был баг в Internet Explorer, когда он ожидал пинг в ответ на Pong. И если его не получал, закрывал соединение. Вот такой вот юморок. Собственно, миллион WebSocket. Пong-фрейм клиентов плавно перетекли к DDoS. То есть ситуация такая, что время жизни наших соединений достаточно вариативно. То есть некоторые соединения могут быть несколько секунд живыми, а некоторые несколько дней. Поэтому если вдруг по любой причине мы разрываем соединения, то все эти клиенты, которые вот они набежали, они будут резко переподключаться, ну если так, в наивной реализации клиента, и устроят self-DDoS. Вот как бы я начал гуглить там self-DDoS, и первая ссылка меня немного удивила. Она называется I want DDoS myself. Как-то так суицидально. Собственно, немного про то, как мы стараемся решать вот эти проблемы с self-DDoS, и какие-то там возможные другие. Мы используем протокол JSON-RPC. Это сложно назвать протоколом, потому что он по сути весь на слайде. Это просто JSON-объектики, которые там имеют несколько полей, ID, метод и параметры вызова, и ID, результат вызова. Так вот, некоторые технические сообщения указаны вот на слайде. Это ping, shutdown, sleep. То есть ping мы используем для того, чтобы понимать, а действительно сейчас соединение вообще живое. В принципе, этот ping можно перенести на уровень WebSocket, но ping на уровне JSON-RPC более гибкий. То есть, грубо говоря, браузер может в какой-то момент сказать, я сейчас вообще как бы отойду на полчаса, но ты не рви соединение, я в метро еду. Ну что-то такое. Shutdown мы используем активно при рестартах сервиса, неважно, там graceful на самом деле он или нет. То есть сервер отсылает всем своим клиентам сообщение shutdown, они закрывают соединение и переустанавливают сразу же. И в планах у нас реализовать метод sleep. Он позволяет, грубо говоря, сказать клиенту, ты подожди там 10 минут, не переподключайся, потому что могут возникнуть разные ситуации, когда экстренно надо будет рестартнуть сервер, разорвать все соединения. И если клиенты этого не поймут, они просто не дадут нам этого сделать и будут нас долбить опять же. Собственно, в ГО. В ГО, что касаемо WebSocket, существовало две реализации этого протокола. Все, наверное, знаете, кто работал. Это Xnet WebSocket. Она, в принципе, достаточно уже долго не поддерживается и можно ее, в принципе, наверное, не стараться использовать. И самое распространенное, самое используемое – это Gorilla WebSocket. Там третья еще библиотека, которую пришлось запилить в процессе разработки, но я там попозже объясню, почему и зачем. Собственно, к реализации и к каким-то оптимизациям и трудностям, с которыми мы столкнулись. Давайте представим, что мы начинаем разрабатывать WebSocket сервер и вот таким образом, примерно, как на этом слайде, мы начинаем описывать вот это наше соединение с клиентом. То есть назовем его какой-то канал, он содержит в себе ссылку на NetCon, скорее всего TCP соединение, и какую-то очередь исходящих пакетов, которые мы хотим ему отсылать. Ну и что-то там будем как-то хендлить, я пустил за скобками. Стартуем две Гарутины – Reader и Writer. Пока что все вроде понятно, да? Какие-то… Тишина. Вот пример Ридера и Writer из того же ченнела. То есть Ридер просто Гарутина, которая создает буферизированный IO-ридер и читает из соединения с буфером там по умолчанию 4 килобайта. И то же самое с Writer. То есть, наверное, уже кто-то увидел проблему, да, там с учетом заголовка, то, что миллион веб-сокетов. У нас на каждое соединение будут локации по там как минимум 8 килобайт на буферы, 8 килобайт на две Гарутины, ну и плюс там на самом деле набегает еще порядка 10, но я там не стал уже высчитывать, указывать. Таким образом получается на миллион соединений, если их миллион, у нас набегает где-то 20 гигабайт памяти, которая по большому счету не используется большую часть времени, если знать, что соединения наши, они очень часто неактивные, они просто idle. То есть он подсоединился и висит, ждет, ну там кинет раз в 30 секунд и все. А память вся зааллоцирована и никуда ее не взять. Для того, чтобы прийти к решению этой проблемы, стоит посмотреть на то, как работает вообще GoRuntime с соединениями. Там есть такая функция, которая называется RuntimePollWait. Я примерно изобразил, как вообще выглядит метод read из соединения. То есть он делает syscall.read, и если получает ошибку eagain или ewoodblock, он говорит poll.wait. А poll.wait, например, на Linux реализован с помощью ePoll. Ну да, госсокеты неблокирующие, поэтому это позволяет вот такой код использовать. Собственно вопрос, а что мешает нам использовать ePoll для своих нужд? Ничего. Простая идея. Реализацию не привожу, там достаточно все относительно просто. Вот. Использование ePoll выглядит примерно таким образом. То есть мы создаем instance ePoll, регистрируем там соединения, говорим, что хотим получать события по тому, что в соединении есть что почитать, и говорим, что регистрирую это соединение только на один ивент. Дальше мы к тебе сами вернемся и перерегистрируемся обратно. И вот передаем callback. Callback вызовется, когда в соединении что-то будет. Ну и собственно мы говорим канал receive. Receive это ниже синхронная реализация read, вот той га-рутины read, которая постоянно отжирала память, а тут она функция аллоцирует буфер только тогда, когда действительно нужно. Вот. Ну естественно можно там sync pool брать и так далее, и так далее. Тому подобное. Контроль за ресурсами. То есть имея ePoll, мы еще не гарантируем себе того, что мы не аллоцируем там те же самые 20 гигабайт и не уйдем там по лимитам и так далее. То есть например, вот на… Например, может быть так, что все соединения вдруг напишут одновременно или там 90% соединений напишут одновременно, и тогда по сути мы ничем не будем отличаться по аллокациям от первого примера, потому что в каждой га-рутины мы саллоцируем такой же буфер. Ну и решение там, я думаю, все, кто гофер в этом зале, знают, что такое пул-гарутин, шедулер и так далее. То есть примитивная реализация вот примерно так выглядит. У нас есть какая-то очередь задач, которую нужно выполнять, и есть определенное количество га-рутин, которые из этой очереди грибут эти функции и выполняют их. Ну и используем мы теперь e-pull наш вместе с пулом вот как-то так. То есть мы используем тот же самый e-pull, но в коллбеке пытаемся зашедулить чтение из коннекта в отдельной га-рутины, которая принадлежит пулу. Например, мы создали 128 га-рутин. Соответственно, если пул наш не резиновый, то есть он не может больше саллоцировать га-рутин, чем мы ему сказали, то у нас будет максимум 128 локаций на буфер чтения. Немного про запись. У нас, если с чтением у нас есть e-pull, и мы теперь определились, когда нам читать и когда лоцировать, то с фрайт на самом деле вообще все изначально в наших руках. Мы всегда знаем, что мы хотим записать и когда. Поэтому мы можем ту же самую логику выделить в отдельную га-рутину, можем ее также брать в пуле. Единственный момент синхронизации того, что нам нужно как-то… То есть у нас в райты могут быть из разных га-рутин, конкурентные, а в райтер должен быть один, чтобы синхронизировать все это дело. Ну вот здесь какой-то пример идеи, которую мы реализовали. Не уверен, что здесь нет багов, я писал так просто по мыслям. Теперь, собственно, почему пришлось запилить свою библиотеку. Да, пришло время запилить свою либу. Потому что две указанные выше реализации не позволяют манипулировать вот так вот с буферами и со слайсами байт, которые они аллоцируют. У них есть в API какие-то там ручки, которые можно покрутить и сказать, что вот там ты бери 512 байт, а ты там на врать бери 1000. Но нельзя, например, сказать, отдай мне сейчас свой буфер, который у тебя есть, я тебе его дам, когда нужно будет читать. Поэтому, собственно, и пришлось реализовать этот протокол веб-сокетный чуть более на низком уровне. То есть просто вот можно оперировать функциями типа там read frame, write frame. То есть вообще без аллокации библиотека ничего не лоцирует за вас. Позволяет вам полностью все это контролировать. Такой подход позволяет реализовать zero copy upgrade. так называемый. То есть если посмотреть, как работает вообще веб-сокет со стандартным пакетом net HTTP, HTTP, то мы регистрируем какой-то хендлер. В этот хендлер приходит response writer и HTTP request. И HTTP request содержит уже все заголовки, все куки, все строки, которые накопировал за вас HTTP. А что если вам это вообще все как бы не нужно? То есть, например, вы делаете апгрейд, проверяете один раз куку, как в нашем случае, например. И дальше только куку скопировали, а все остальное просто проверили, что там все по протоколу нормально и делаете апгрейд. Собственно, вот с помощью библиотеки также можно реализовать вот этот так называемый zero copy upgrade. Мы сами начинаем слушать TCP socket, принимаем соединение и апгрейдим его. Без аллокации, как показывает бенчмарк. То есть, ну, там есть, конечно, исключение. Вот в подписи я написал, что если вы будете копировать extension или sub-протокол строки, то аллокации все же будут. Ну и все вместе, если мы берем наш TCP сервер, zero upgrade, pool, и все это вместе так сращиваем, то наш pool может нам, если мы его, например, напишем так, что у него будет метод schedule timeout, то есть, если сейчас нет свободных грутин и в течение пяти миллисекунд, например, их тоже не предвидится, то верни нам ошибку. Вот в таком случае мы можем вообще не принимать соединения, если наш инстанс, вот этот процесс, который работает, сейчас больше не может принять. То есть, если такой реализации нет, то, скорее всего, сервер просто в какой-то момент залочится, задедосится, и все соединения начнут как-то аффектиться. А при таком подходе старые соединения остаются рабочими, а новые просто не принимаются. Итог. Пару слов про архитектуру. У меня уже организаторы смотрят. Запускаем наше приложение в нескольких экземплярах, то есть процессах. И эти процессы в рамках машины мониторятся супервизором. Во-первых, несколько экземпляров нам нужно для того, чтобы разделить вот эти живые соединения между процессами. Если вдруг, не дай бог, что-то произойдет с одним процессом, он умрет, то мы, например, убьем не 500 тысяч соединений, а всего лишь 100 тысяч. Ну и, во-вторых, супервизор за нас создает UnixSocket, который используется в Nginx, и это позволяет нам делать graceful рестарты. То есть, грубо говоря, сокет остается, поднимается еще один процесс, второй умирает, а сокет один. Ну и вот, да, перед всеми инстансами стоит в рамках машины Nginx. Он берет роль на себя SSL хендшейков и балансировку между запущенными процессами. Ну и вот, как видите, на схемке я попытался изобразить, что вот эти все слои, которые у нас получились в WebSocket API, то есть сервер, ребус, то есть месседж, бас и сторич в виде паблишера, они все могут елозить, то есть, грубо говоря, масштабироваться. То есть, если не хватает машин, можем добавить веб-сокетов, не хватает машин, можем добавить брокеров и так далее. Ну и финальный слайд. Статистика. На самом деле у нас сейчас вот живых соединений примерно 2,6 миллиона, до трех доходит. Уведомления от Storage, я уже говорил, примерно 30 тысяч в секунду. И вот с таким подходом 6 тысяч пользователей в секунду получают уведомления о том, что в их ящике что-то изменилось. Вот как-то так. Профит. Спасибо. Спасибо. Ваши вопросы. И вижу первую руку. Здравствуйте. Спасибо за доклад. Слушайте, это центрифуга? Это исходники центрифуги или что? Нет, это не центрифуга. Саша, который автор центрифуги, он укоризненно на меня посмотрел, когда мы прогоняли этот доклад. Но мы не взяли центрифугу просто, потому что у нас есть там, наверное, достаточно специфичные задачи по роутингу и вообще вот этому распределению нот. Поэтому просто это реально ребус, Notifier, вот они так называются, внутренние разработки. Понятно, спасибо. Ну а центрифуга вообще по бенчмаркам пробовали? Она с такими же данными выдает или как? Ну вы, наверное, как синхронизировали это дело? Ну когда только начинали, да, я смотрел, но, во-первых, там, например, нюанс такой, что у нас между паблишером и брокером у нас бинарный протокол, то есть не JSON, вот, и не WebSockets. Поэтому, как бы, хотя бы поэтому мы не стали уже это брать. Вот, ну а во-вторых, там она использует гориллу, а горилла, скорее всего, медленнее. Надеюсь, они перейдут на… Спасибо. Спасибо.